Всем привет! Сегодня давайте поговорим о недорогой косметике. Я хотела бы не просто рассказать о очередных бюджетных находках, я хотела бы познакомить вас со своими настоящими фаворитами из доступного сегмента. Итак, давайте поскорее начнем. Первое средство это большой камбэк моей косметички. Это консилер, которым я пользовалась то ли 4 года тому назад, то ли 5 лет тому назад. Это один из первых консилеров, которые я приобрела по рекомендации блогеров. И я как-то так проматывала все в своей памяти, что же классного у меня было, так как я готовлю для вас отдельный выпуск о лучших консилерах для области вокруг глаз с уходом и со всяким таким, потому что лично в моем случае это довольно проблемная зона. Если вы этого не видите, значит у меня получается как-то это все маскировать. Я вспомнила, что тогда я пользовалась консилером от марки Гош, и он действительно был увлажняющим. И я решила, надо-ка снова его заполучить и попробовать посмотреть, какие сейчас у меня будут впечатления. Впечатления такие же, если вы молодая девушка. Но я себя не могу отнести и к зрелой женщине, но мне как бы тоже уже не 18 лет. И я пользуюсь этим консилером на повседневной основе. Это самый увлажняющий консилер, который я когда-либо пробовала. Он абсолютно не плотный, наоборот очень легкий, он не перекроет какую-то серьезную синеву. Но мне кажется, что это идеальный вариант на каждый день, так как он буквально растворяется. Вот даже ухаживают за кожей под глазами, как это делает YSL Tushikla или BB Highlighter от Estee Lauder. Это не шпаклевка, которая создаст вам идеальное полотно. Но тут вы должны уже сами определиться, чего вы хотите добиться. Идеальный макияж каждый день, и при этом, возможно, вы угробите свою кожу через несколько лет. Или же что-то такое вот серьезное на выход, и на каждый день легенький консилер, который поухаживает, подсветит, чуть-чуть что-то там перекроет. Я себе его купила в оттенке номер 2, потому что я сейчас немного подзагорела. Я вообще люблю такие желтоватые консилеры. И да, я теперь понимаю, еще раз сама себе напомнила, почему я так сильно его любила и так часто вам его советовала. Я использовала до конца, он идет в такой вот форме ручки, то есть несколько кликов, и этого вполне достаточно для того, чтобы перекрыть какую-то легкую синеву под глазами. Так, еще. То, чем я пользовалась не просто, да, этим летом, по-моему, я заказывала эту кисть то ли в конце весны, то ли в начале лета, но как-то так. Долго ею пользуюсь, уже несколько раз ее мыла. Замечательная кисть для пудры, недорогая, от марки Eco Tools. Она мягчайшая, она объемная, она хорошо набирает пудру и равномерно ее наносит. За 4 раза можно припудрить все стратегические зоны. У нее очень удобный размер, настолько нежнейшая, что ею прямо хочется пользоваться. Я вот несколько раз ее мыла, и не замечала, чтобы из нее выпадал ворс. Очень качественная кисточка. И вот, что касается припудривания, я не знаю, как я до этого докатилась, но этим летом я не слишком часто пользовалась пудрами. Наверное, я просто выбрала для себя тот уход, который позволял моей коже чувствовать себя комфортно, даже в каких-то экстремально высоких температурах. Это раз. А во-вторых, чтобы ты не нанесла на себя, когда за окном жарко, все со временем начинает блестеть. Но для съемки видео, для тех дней, когда я нуждалась в хорошем макияже, я использовала пудру от марки Golden Rose. Она очень классная. Я потеряла где-то пуховку. Просто кто молодец? Оля молодец. И теперь моя пудра выглядит таким образом. Это пудра мельчайшего помола. На самом деле она прозрачная, только в баночке кажется такой белой. И когда наносишь ее на лицо, она как будто немножко сглаживает рельеф. То есть, если у вас расширенные поры, то она сделает их визуально чуть-чуть меньше. Конечно же, ни одно косметическое средство полностью не скроет поры. Но тем не менее, вот эта пудра тоже работает. И это золотая середина. То есть, не стоит ожидать от нее какого-то супер матового эффекта. Лицо будет выглядеть свежим, отдохнувшим, но живым. Мне такое нравится. И мне кажется, что даже девушки с жирной кожей тоже оценят эту пудру. Она недорогая, и если сравнивать ее с распиаренной Лору Мерсье, то вот эта вот мне нравится больше. Она красивее выглядит на коже. Мне кажется, что у этой пудры мельче помол, чем у той. И вот эта пудра больше похожа на Kat Von D Locket, чем на Лору Мерсье. Ну, в общем, это такой бюджетный вариант. И у меня есть все, а пользуюсь вот этой. И что касается тоже таких, ну, не совсем аналогов, но хороших альтернатив, теперь я вся в пудре. Видите, не теряйте пуховки. Это вот такая губка для макияжа от бренда Vivo. Я ею пользуюсь на протяжении двух месяцев. Я, конечно же, являюсь огромной поклонницей бьюти-блендера. Он тот еще проглот, он более пористый. За счет этого он более мягкий и пружинистый, но он будет съедать одну треть вашего тонального средства, если не больше. Вот эта губка дает чуть больше покрытия, чем бьюти-блендер, но это очень хорошая замена губки от Real Techniques, которую наверняка многие из вас знают. И вот эта более живучая. Ее тоже сложнее отстирать, чем бьюти-блендер, но, по-моему, это одинаковый материал с губкой от Real Techniques. Это имеет классную форму. И что тут еще сказать? Если у вас есть где-то бренд Vivo, то стоит заморочиться поискать. Сейчас она не влажная, если ее намочить, то она станет больше. И классная губка за небольшую цену. Едем дальше. Кисть. Еще одна кисть. Вот такая от бренда Elf. Покупала ее давненько. И это очень универсальная кисточка, которой вы можете нанести и минеральную тональную основу, и обычную, и припудриться. Все-таки я бы не использовала ее для румян, так как она все-таки плотненькая. Она очень легкая, если вы часто куда-то ездите, если вы хотите найти какую-то нетяжелую кисть, чтобы носить в сумочке и поправлять макияж в течение дня. Классная кисть буквально за копейки. Помады. Помад много не бывает. Я принесла целых четыре. Начну с той, которая сейчас у меня на губах. Это оттенок 200 из вот такой линейки Stay Matte от Rimmel. И это не идеальная матовая помада, но я уже начала сомневаться, есть ли такие. За вот эти вот оттенки я готова простить многое. Это такая помада, которая выглядит как блеск, но она застывает. У нее косметический аромат. Сначала мне казалось, что это что-то ванильное. Но нет. Все-таки просто как... Ну, как помада. Не знаю, как это еще объяснить. За вот эти вот цвета я готова просто душу дьяволу продать. Вот этот оттенок номер 200, который сейчас на мне, он очень здорово освежает. И достаточно просто накрасить ресницы, добавить помаду, и уже никто никогда не догадается, что вы не выспались или что-то пошло не так. В общем, очень красивый такой персиково-коралловый оттенок, но он припыленный. И подойдет буквально каждый из вас. Я сейчас загорелая, но не смотрится каким-то слишком светлым, непонятно каким. И я могу сказать, что да, это очень классный оттенок на каждый день. Эта помада может немножко подсушивать губы, но через 3 часа я наношу какой-то прозрачный блеск или нюдовую помаду и без проблем хожу себе дальше. То есть моим губам в течение 3 часов в принципе комфортно. Но есть вот более современные формулы, которые чуть меньше сушат губы. Это тоже стоит озвучить. И второй оттенок, который полюбился мне, это номер 110 блажь. Такой холодный розовый нюд. Но он не такой, знаете, трупный и не слишком светлый. Он не выглядит дешевым на губах и мне не желтит зубы. Они у меня не идеально белые, но хотя мне даже в реальной жизни часто говорят, что у меня довольно светлые зубы. Можете попробовать присмотреться. Для меня вот это вот просто очень и очень красивые цвета. Что касается нюдовых помад, то у меня есть 2 любимки на данный момент. Пусть это не что-то самое бюджетное, но зато из такого доступного сегмента, учитывая какие-то скидки, я думаю, что каждый из вас может себе позволить помаду от L'Oreal. Это линейка Color Rich. Ой, подождите, не тот оттенок. Я просто принесла несколько. Вот этот все-таки я люблю больше всего. 642. Очень красивый нейтральный нюд. Не слишком рыжий, не слишком розовый, то есть универсальный. Эта помада ложится как бальзам на губы, то есть она полупрозрачная, ухаживающая. И с ней губы выглядят настолько аппетитными, их прямо хочется целовать. И вот этот эффект увлажнения удерживается довольно долго. Аромат у помады есть. Мне он очень нравится. И он у меня ассоциируется с помадами YSL. Не знаю у кого как, но я думаю, что у всех в свободном доступе есть L'Oreal. Можно пойти посмотреть тестеры. И вторая помада похожего формата, это вот такая вот марки Цоива. Тоже как помада блеск, тоже нейтральный нюдовый оттенок. Она еще более прозрачная, чуть более коричневая, чем предыдущая. Но она не так сильно увлажняет. Хотя на каждый день, знаете, там лежу на пляже где-то. Типа я на пляже лежу каждый день, вот это я выдала. Но, в общем, я имею ввиду, что когда мне вообще не хочется вспоминать о зеркале, хочется что-то нанести на губы. Вообще как бы не задумываясь, я беру вот эту помаду, что-то там прошлась. И как бы нормально, и цвет есть, и губы выглядят красиво. Но, в общем, Цоива не слишком дорогой бренд. Он сейчас у нас представлен в Сифоре. На него бывают скидки 20%. Поэтому получается как Maybelline. Так что в этом видео проходит матирующие салфетки, которые мне попались в коробочке Наташи Наффи. Да, у Наташи есть свои коробочки красоты. У меня не хватает на это времени и сил. Я бы тоже очень хотела. Возможно, когда-то. Пока что таких планов нет, но есть какие-то мечты. В общем, мне попались матирующие салфетки. У Наташи всегда очень классное наполнение. Это бренд Reflame. Очень давно ничего не пробовала от этой марки. И салфетки классные. Я ничего, не то что плохого не могу сказать. Наоборот, хочется их похвалить. Они небольшие. Они не занимают много места в сумочке. И они как бы просто снимают, убирают жирный блеск. При этом в них нет пудры. И после этих салфеток я даже не припудриваюсь. Мне их вот так вот достаточно. И да, могу вам посоветовать. Если вы ищете недорогие матирующие салфетки, то вот рекоменд. Что-то для бровей. Этим летом у меня случилась прям какая-то бровная эпопея. И все те средства, которые я использовала на протяжении нескольких лет, не побоюсь сказать, перестали нормально наноситься. И я занялась активным поиском чего-то нового и интересного. И так сложилось, что на данный момент мои косметички больше всего недорогих и очень крутых средств для бровей. Я этим прям очень сильно горжусь. Я уже показывала вам помаду для бровей от польского бренда Vibo. Даже демонстрация есть в последней собиралке. Можете посмотреть, если вдруг пропустили. И тоже в новинках косметики. Очень-очень подробно все рассказала. Классное средство. И также люблю, пользуюсь. Купила снова карандаши для бровей от Vivienne Sabo. Больше всего мне подходит первый номерок. Вы тоже спрашивали. Но вот последнее мое открытие. Это карандаши для бровей от марки Estrada. Я вам уже советовала и скульпторы, и хайлайтеры. Знаю, что любите, знаете. Если вдруг пропустили, я еще раз оставлю всю информацию в инфобоксе. Так вот, карандаши тоже очень крутые. Смотрите, мне больше всего подошел оттенок 301. У него правильный цвет. Серо-коричневый. Но без ржаны и не настолько вот холодный, какими могут быть карандаши. Но больше всего мне понравилась их текстура. Они в меру мягкие. То есть, они легко и быстро наносятся. Отдают пигмент. Их можно хорошенько распределить по всем бровям. То есть, чуть-чуть накрасили, прочесали вот этим вот ершиком. Хорошо, что он есть. У меня вот недавно появился карандаш без чего-либо. Я так, оп, а что теперь? Вот так, что это тоже дополнительный плюс. В каких-то походных условиях даже вот такое что-то спасает. Но они не чрезмерно мягкие, какими бывают восковые карандаши для бровей. Есть такие экземпляры, которыми красишь брови и потихоньку вырываешь себе волоски. Я так раз чуть не осталась без бровей. Оттенок 301 очень хорошо подойдет блондинкам. Он такой, вы знаете, в меру. А вот 302, как мне показалось, он с небольшой теплинкой. Поэтому, если есть где-то стенд эстрады, то посмотрите, что выбрать для себя. Если вы шатенко, мне же вот этот вот прям классно, классно подходит. Пользуюсь с удовольствием. И советую вам тоже их поискать. И, девочки, оставаясь с теми бровей, покажу два оттеночных геля. Один из них я уже как-то упоминала. Это Golden Rose. Очень компактный. Даже если у меня самая маленькая сумочка, мне удается запихнуть туда мою минерализированную пудру. И вот этот гель. И на этом мой такой повседневный макияж. Просто куда-то на прогулку, в поездку будет готов. Вот это очень классный гель. Он не слишком фиксирует, но он очень хорошо прокрашивает. У меня самый светлый оттенок номер 1 или 0,1. Ну, в общем, быстренько наносится все. Здесь удобная щеточка. Он идет с фиброй и делает брови чуть гуще. То есть, визуально они кажутся более пушистыми. Классное средство. Единственное, но не слишком стойкий. То есть, я не нуждаюсь в чем-то таком, что будет держаться на протяжении 24 часов. Но я как-то бегала и попала под проливной дождь. И на моих бровях осталось что-то ужасное. То есть, если вы идете куда-то в бассейн, то no. И у него не слишком, знаете, сильная фиксация. То есть, он укладывает волоски, но не фиксирует их намертво. Учитывайте. Зато вот эти гели для бровей от Vivienne Sabo прям железобетонные. Вот этот самый светлый, 02, как я понимаю, 01, темный. Подарю его маме. Он только вот таким безобидным кажется. На самом деле, он гораздо темнее и подойдет даже светлым шатенкам. Его я бы советовала наносить в два слоя, если вы будете использовать это средство в качестве единственного самостоятельного. И у вас, к примеру, не такие пушистые брови, как у некоторых счастливец. Но сейчас это модно, да? Возможно, когда-то и наши с вами брови будут тоже актуальны. У меня просто они не густые, я всегда их подкрашиваю. Я зачастую наношу один слой, даю ему подсохнуть. Потом второй, у меня получаются такие брови, что я сама в шоке. Но если вы ищете хороший фиксирующий оттеночный гель, то очень здоровский. То есть, можно накрасить брови карандашом или помадкой, потом пройтись вот этим гелем небольшим количеством. И вы тоже останетесь очень и очень довольны. Девочки, помните, я рассказывала вам о фантастических карандашах для глаз от Urban Decay? Они небюджетные, как мы все с вами знаем. И мне удалось найти замену. Возможно, вы уже слышали о том, что по текстуре, по свойствам и даже по оттенкам карандаши от L'Oreal очень сильно напоминают Urban Decay. И у меня есть два любимых оттенка, которыми я пользовалась в те дни, когда мне хотелось быть чуть ярче. Я люблю прокрашивать слизистую не черным карандашом, а таким графитовым. У меня есть каял, и вот эти карандаши на самом деле попали ко мне совершенно случайно. И в L'Oreal есть очень красивый такой графитовый оттенок. Он и не слишком, знаете, серый, но вот такой приглушенный черный, можно так сказать. То есть он все равно довольно яркий и для повседневных смоуки, и для более ярких макияжей светлых девушек, таких как я, например. Если у вас светлые волосы, светлые глаза и черный карандаш смотрится вот слишком инородно, попробуйте такой цвет. Очень классный, я не могу найти, что это за оттенок, но в инфобоксе все для вас пропишу. И второй, очень красивый оливковый. Он с небольшим таким как бы переливом. Эти карандаши настолько мягкие, они как масло, они прекрасно растушевываются, и они застывают. У них такая формула, которую еще фиг смоешь. Извините за выражение. То есть я вот свотч сделаю, и потом буду так ходить целый день. Либо же масло и губку надо применить, только тогда вот эти вот карандаши сотрутся. На слизистой они держатся, но у меня пока что не было ни одного средства. Я даже пробовала наносить гелевые подводки для глаз на слизистую, они все равно со временем стираются. Я не знаю, что еще можно сделать. То есть я с дюралайном это мешала. То есть для меня не составляет труда забросить себе в сумочку вот этот карандаш. В принципе, даже если он подсотрется, то меня это не смущает. Я не делаю себе какие-то супер-мега-арабские макияжи темные. И вот когда я выбираю такие приглушенные оттенки, не черные, даже если они чуть стираются, то это не бросается в глаза. Так что карандашики классные. Я знаю, что у них есть и более яркие оттенки, фиолетовые, всякие-всякие. Вот загляните к стенду Лореаль. Я уверена, что вы там найдете свой цвет. И, наверное, одно из последних средств, которые я покажу в этом видео, это... Нет, давайте начнем с таких кремово-гелевых теней от H&M. У меня были любимые бронзовые тени On & On Bronze. Как сейчас помню, 35-й оттенок от Maybelline. Это что-то похожее. У меня просто сейчас закончились любимые тени в форме блеска от NYX. Между прочим, это уже вторые, которые я допользовала из этой линейки. Мне кажется, что это о чем-то говорит. Надо будет снять пустые банки. У меня там вот так всего. И декоративки тоже. И вот я начала активно пользоваться тенями от H&M, которые я приобрела еще зимой. Но вот так как они очень яркие, насыщенные и в качестве подложки, и в качестве основных теней. Но вы часто видите меня с таким макияжем? Нет. Поэтому, если я говорю, что я пользовалась этими тенями настолько активно, насколько я могу пользоваться такими оттенками, вы должны мне поверить. У них классная пигментация. Они хорошо тушуются. Если у вас сухие веки, так как у меня, то есть я не могу даже вот прям каждой базой под тени пользоваться для более плавной, легкой растушевки, то вам вот этого будет достаточно без базы, без закрепления. И оттенок очень красивый, универсальный. Это шикарная, дорогая бронза. Вот. Если у вас еще есть скидки в H&M, то вообще стоит присмотреться. У меня был только этот цвет. И там было что-то светленькое, но они какие-то такие сомнительные. Ну, мне они показались такими. Возможно, просто тестер остался такой. Но вот эти сирока прям крутые-крутые. И последнее средство, нет, во множественном числе, так как это палетка 4 в 1. Я должна признаться, что я очень долго к ней присматривалась, так как не впервые о ней слышала, что классная, я так посмотрела, тестер раз, второй, третий. Думаю, нет, еще и гошь, это не так-то и дешево, правда. Но она попала в мои руки, и я думаю, будем пробовать. Так как тестер это одно, а совершенно другое, когда у тебя есть дома кисти, и ты начинаешь этим всем пользоваться. Девочки, вот этот вот бронзер, он настолько красиво выглядит на коже. Я говорила вам, что мне очень нравятся такие, знаете, хочется назвать этот оттенок каким-то таким чайным, что ли, вот как чай с молоком, то есть это не коричневый, не рыжий цвет. Он вот такой разбавленный, разбавленный, слегка теплый, очень приятный глазу коричневый цвет. И еще с вот этим вот шиммером, он так красиво освежает лицо. Я уже не впервые говорю, что мне нравятся именно сатиновые бронзеры, которые смотрятся на лице максимально естественно, еще и придают ему настоящий такой натуральный, очень естественный оттенок. Вот бывают оранжевые бронзеры, да, которые смотрятся так, вроде тебя кирпичом кто-то натер, а бывают вот такие естественные. Здесь есть более оливковый, и вот им я бы контурировала лицо. Это не холодный контуринг, но это еще на границе бронзера-скульптора, что-то такое. Он чем-то напоминает мне Багамо-Маму, он также смотрится на моей коже. И вот этот вот персиковый хайлайтер, я считаю, что это хайлайтер, это все-таки не румяна. И, девочки, это так красиво, это так красиво. Здесь есть более холодный оттенок, их можно смешивать, и они не шиммерные. Знаете, сейчас в моде такие вот хайлайтеры, я сама пользуюсь хайлайтером Nars, он все-таки виден на лице, да, он шлифовывается в коже, но вот сразу видно, что она накрашена хайлайтером. А мне иногда хочется чего-то такого, что вот сияет и непонятно, то ли у нее такая ухоженная кожа, то ли она, блин, спит по 12 часов. Ну, то есть вот девушка сияет, и сразу не можешь определить, то ли она чем-то накрасилась, то ли она такая крутая, вся отдохнувшая, свеженькая. И вот эти вот хайлайтеры, румяна, особенно вот этот персиковый, дает именно такой финиш, который я только что описала. Здорово, и вот такие сатиновые, по моему мнению, это сатиновые хайлайтеры, они не так сильно подчеркивают текстуру. Если у вас есть эта палетка, и вы давно ею не пользуетесь, то, напоминаю, что лето заканчивается, доставайте то, что есть в ваших косметичках, в ваших запасах. Сейчас некоторые те средства, которые зимой могли выглядеть не настолько круто, на загорелой кожи будут смотреться вот так. Так что, если у вас еще нет этой палетки, присмотритесь к ней. Я сама года два вокруг нее ходила, думала, надо, не надо. Оказалось, что надо. Да, пользуюсь и очень-очень довольна. Это вроде бы все на сегодня. Я уже второй раз переснимаю это видео. Ну, как бы, я надеюсь, что даже лучше получилось. Не расстраиваюсь. На этом буду с вами прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.